Дорогие друзья, приветствую вас на австрийском канале Хармони Ностре. Сейчас мы с вами находимся в Калужской области, в Тихоновой пустыне, на святом источнике. Сюда люди приезжают со всех концов России и набирают святую водичку. Вот из этого источника. Вообще-то здесь этот источник, как вы видите, течет везде. Где хотите, там и набирайте. Но просто здесь для удобства сделали вот такие места с иконкой, с живыми цветами. А вот в этой купели, вот в этой чудотворной купели, можно окунуться три раза с головой. И вся дьявольщина из тебя выйдет. Температура воды в купельне приблизительно плюс 4 градуса. Перед тем, как вы заходите в купельню, нужно прочитать молитву. Вот, правила пользования. Поставьте на паузу, кому интересно, почитайте. А сейчас я вам покажу, где можно набрать еще водички. Очень приятная атмосфера. Немножко вам покажу себя. Расскажу вам сейчас коротко, как я добралась до этого места. Если вы живете в Москве, вам нужно ехать по Калужскому или по Киевскому шоссе. В направлении поселка Льва Толстого. В это место я приезжаю уже который раз. Уже который, который раз. И если у вас что-то болеет, вы чем-то болеете, неважно, может быть, это даже простуда, у вас все как рукой снимет. Все как рукой снимет, я вам обещаю. Сегодня нацепила на себя все святые символы, которые у меня есть. Символы христианства. Это ангел, крестик, которым меня крестили, когда я родилась. Ангел вот этот, который я взяла в Грации. И вот тут еще у меня есть Дева Мария. Это тоже был такой талисман-подарок. Вот, все взяла и буду это все освещать в святой воде. В эту купель нужно обязательно погружаться с крестиком. Так как это православное место, то вы должны на себе иметь какой-то православный символ. Так, покажу вам сейчас, где еще можно набрать водичку. Да, в этой церкви, конечно же, можно зайти, поставить свечку. Ну, вообще нужно прийти, да, утречком на службу, постоять на службе, помолиться. И потом пойти окунуться. Ну, у кого нет возможности, то так. Вот здесь почему-то украшено все дубами. Я не знаю, почему. Возможно, какой-то праздник. А, кстати, скоро будет Иван Купала. Вот здесь почему-то все травой. Вот здесь можно набрать. Смотрите, там много денег лежит. И с другой стороны. И с третьей стороны. Здравствуйте. А вы не знаете, почему здесь все травой уложено? Найдерали в какой-то молебен, мы думаем. Ага. Может быть, день памяти святок, скорее всего. Потому что, видите, там цветочки, вот святки. Да, 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 да. В храме надо узнать. Да, обязательно спросим. Спасибо. Вот здесь можно повалиться святому Тихону, я так понимаю, потому что это Тихонова пустынь. И он нашел этот источник. Ну, как всегда, ему приснилось это во сне. Можно поставить свечечку, помолиться. Очень приятно, приятно. Может быть, сходим вот еще с вами туда, посмотрим, что там. Я, к сожалению, еще не отремонтировала. То есть не разобралась, в чем проблема с моей программой редактирования. Поэтому полностью весь видеофайл я буду выкладывать вам в YouTube без монтажа. Дубовые листья и какие-то цветы. Ммм, цветы не пахнут. Интересно. Вот женщина полагает, что все уложено травой, потому что был какой-то праздник. А, кстати, вот смотрите на мне юбка. У меня еще был шарф. Я его повязала как парел на бедра. Но мне при входе охранник сказал, что нельзя, потому что видны мои коленки. А вообще здесь находится на территории всего вот этого комплекса мужской монастырь. В общем-то, не надо соблазнять монахов. Теперь немножко о личном. Почему я сюда приехала? Вы знаете, что у меня проблемы с гемоглобином, проблемы с легкими, щитовидной железой, с кровью. И, да, все эти проблемы я хочу решить одним разом. Надеюсь, у меня это сегодня получится. Потому что до этого у меня всегда это получалось. Я помню как-то, когда раньше жила в Москве, очень сильно заболела простудой. Пропила антибиотики, но у меня все равно была очень сильная слабость. И никак не могла я оправиться. Долго болела. И потом решила, вспомнила об этом месте и приехала сюда. Один раз окунулась, помолодела на 15-20 лет и выздоровела. Выздоровела. Об этом месте я знаю, ребят, наверное, лет 20 точно. Мне о нем как-то рассказал один очень известный человек. Но не буду его пиарить. Это музыкант. Он сказал, что в нем поселилась какая-то чертовщина. И вот тоже так волею судеб он попал в это место. И он говорит, что когда он начал входить в воду, в этот источник, что даже вода начала, ну, не бурлить, а как сказать так, знаете, как побулькать и пузыриться вокруг него. Вот. Но он думает, что в нем была какая-то дьяволщина. Но вообще все вот эти болезни и недомогания, конечно же, от нервов, конечно же, от мыслей. Ну, кто верит в Иисуса, кто верит во всякие православные дела, так это назовем, тот, конечно, полагает, что поселяется в нас какая-то чертовщинка. Либо тоже может быть сглаз, либо может быть порча. Вы в это верите, ребят? Честно вам скажу, я в это верю. Верю, что недоброжелатели могут вас сглазить, даже сами того не желая. Вот так как зыркнут на вас. Вы знаете, что в последнее время я жила с энергетическим вампиром, который подпил у меня очень много жизненной силы. Поэтому приехать в такое место, это истинная, истинная благодать. Вот. От Москвы я сказала, сколько ехать. Приблизительно 2,5 часа. Как я прилетела в Москву? Я летела через Мюнхен. Ранний вылет авиакомпании AirBaltic через Ригу. В Риге я провела около 2-3 часа. Конечно, это очень мало для Риги. На Ригу я бы отвела полный день с утра до вечера. Очень интересный город. Кому интересно, заходите в мой инстаграм. Называется Harmony Inostria. Точно так же, как и мой канал. Заходите. Смотрите мои фотографии из Риги. Инстаграм у меня сейчас закрытый. Я думаю, вы понимаете, почему. Потому что сейчас у меня идет бракоразводный процесс. И у меня появился плюс один недоброжелатель. Поэтому все мои социальные сети сейчас закрыты. Если вы хотите что-то посмотреть, попроситесь ко мне в друзья. И желательно, чтобы вы написали, что вы мой подписчик на YouTube. Теперь у меня все не в открытом доступе. К сожалению. Когда это все закончится, конечно же, я открою доступ ко всем своим страничкам. Как я себя чувствую в Москве? Честно вам скажу, мне здесь тяжелее дышать, чем в Австрии. Но что поделать. Сейчас пойду окунаться. Три раза с головой. Я не боюсь. Я знаю, что это холодно. Что это черповски. Ох, как я на святом месте могу такое сказать. Что это очень холодно. Очень-очень холодно. И надо делать все очень быстро. Пока у вас не свело ноги. Если вы будете медленно заходить в воду, пока то, пока все, у вас сведет ноги. И вы вынуждены будете либо утонуть, либо выползать из этой купели. Спасибо вам, мои дорогие, за поддержку. А, еще меня спрашивали, как вы можете перечислить мне деньги на PayPal. Мол, я это нигде не указываю. Под каждым моим видео, если вы раскроете инфобокс, написано «Донат на покупку микрофона». И там написано «Пейпал Harmony in Ostro». Кто хочет мне перечислить, тот перечислит. Тот спросит, уточнит и перечислит. Кто не хочет, тот будет придумывать всякие отговорки. Вот, мол, ссылка не прямая, ничего не понятно. В общем, кто хочет мне помочь материально, мой PayPal Harmony in Ostro. Вот, мои дорогие, пишите, как у вас дела. Увидимся с вами в следующем видео. Пока.